Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Решила включиться совсем на недолго, немножко пообщаться с вами, рассказать своих новостей, чем я тут занималась вчера, да и сегодня. В общем, давайте обо всём по порядку. Ну, во-первых, наши котики Маруська. Все они спят, у всех сейчас тихий час. Наелись, набегались. Вот там спит шпулька. Сейчас приблизим её. Вот она, красавица, так сладко спит. В этой комнате спит Монечка. Отжал место Пусина. Здесь вообще Пусин спит. Ну и моя накидка вязаная, которую они очень полюбили. В общем, я её им пожертвовала. Да и на диван как бы не сильно шерсть цепляется. Накидку постирал, встряхнул и всё. Не чистить подушку дивана. Здесь у нас в нише окна и стола спит наша красавица Пусечка. Наша одноглазка. Да? Один глазик у нас видит всего. Второй подглядывает. Вот. Ну и поскольку я здесь остановилась, сейчас покажу, как я поменяла здесь штору. Получила вчера заказ на Wildberries и вот эту штору Blackout. Такого бежевого цвета. Сняла свою самодельную. И теперь по этой стороне дома все шторы Blackout. Очень хорошо здесь прижимается к окну. Вот видите, какая темнота сразу. Вот. Вот так это выглядит. Сейчас отойду подальше. Вот так это выглядит. Планирую заказать ещё одну штору. Такую же бежевую и такой же размер 80. Я её разрежу на нужные мне размеры. Как раз мне подойдёт эта одна штора, чтобы сэкономить деньги. 1029 рублей. Я её распилю эту трубу. Крепление одно будет в этой шторе. Подъёмный механизм. А второй механизм у меня есть. И вот распилю эту штору, разрежу и прикреплю вот сюда к раме. Вот эта часть окна глухая. А это открывается окошко у нас. Вот. Поэтому из одной шторы планирую сделать две. И тогда во всём доме будут шторы Blackout. Очень хорошая вещь. Причём Blackout с отражающей стороной. Они, друзья, есть разные. Имейте это в виду. Даже вот в этом магазине Valberis, где я их покупала, там много... Ну, Valberis это площадка, на которой торгуют различные магазины. И, конечно же, различные магазины продают эти шторы. Так вот, в этом проверенном магазине я ещё закажу такую же штору, но с отражающей стороной. Там они разные есть. Так что, если будете покупать, я знаю, что многие заинтересовались. Так что, имейте в виду, если вы хотите, чтобы солнечные лучи отражались летом, и жара не шла в дом, значит, надо покупать вот соответствующие шторы. Давайте сразу, куда глаз падает. Я как-то так и что вижу, то и пою, да? Вот. Лампа. Вот эта площадка, которую вы мне советовали, аукционная площадка, мешок или мешочек, по-моему, мешок называется. Я на неё заходила. Видела там эти стёкла, или как это? Ну да, стекло для летучей мыши, но там и не только для летучей мыши. Да, нормальная цена, 300 рублей, но я не совсем поняла, как там это покупать. И потом там продавец не несёт ответственность. Ну, это же хрупкий товар. А если она, этот товар придёт, так скажем, разбитый. И что тогда? Кому я претензии предъявлю? В общем, я как-то, не знаю, что-то я ушла с этой площадки. Буду искать в Москве. Может быть, найду. Уже нашла лампу, стекло для лампы, но не летучая мышь. Такая вторая вот керосинка. Там она стоит у меня в другом месте. Я нашла это стекло. Вот, может быть, Лёшик съездит и купит тоже по 300 рублей. Но это вживую. Он поедет, посмотрит, естественно, выберет целое. В общем, это как-то надёжнее. А с этим мешочком что-то я как-то не очень, если честно, разобралась. Вчера, вот придя из магазина Wildberries, я прицепила ещё и здесь. Видите, прям к раме вот эту штору. спасибо вам большое, что подсказали, что неправильно были повешены у меня шторы. В общем, вот так, конечно, удобнее. Штора прижимается к стеклу и щель между окном и стеклом меньше. И тогда, естественно, и солнечные лучи будут меньше проходить. Здесь держатся на липучке вот эти механизмы. Но эту штору 80 сантиметров размером я подгоняла. 4 сантиметра я отпиливала трубу пилой по металлу и ножничками отрезала саму штору. Ну и, естественно, утяжелитель, который вот здесь вот внутри, тоже укорачивала на 4 сантиметра. В общем, не подошла она сюда. Ну, поскольку окно открывается, поэтому и... А может быть, размер окна-другой, не знаю. Короче, подгоняла вчера. Вот здесь уже видите вот эти вот крючочки, которые я покупала на Валберис. Видите, в чём прелесть этих крючков? Он... Там такой механизм, он движется. То есть, этот крючок можно прикрепить даже к потолку и его использовать. То есть, к горизонтальной поверхности и к вертикальной. Очень удобные крючочки. Сейчас я вам ещё покажу, где я это использовала. В общем, вчера я занималась вот этими делами целый вечер, намучилась. Сейчас расскажу, почему. Как говорят, от добра добра не ищут. Короче, прониклась я этим креплением вот этих рулонных штор именно к раме и решила здесь так же сделать. то есть, вот, чтобы вот это крепление перенести вот на раму, чтобы штора прижималась к окну. Ой, друзья, как я намучилась. Да, так хорошо, всё замечательно, но, если бы не было вот этих занавесок. Штора висела хорошо, то есть, я здесь всё раскрутила, перекрепила вот сюда, наклейку и ленту посадила. Вот. А эту-то как? И вот, когда занавеска с этой стороны, это не очень красиво. Здесь вообще нереально это переделать, но, не знаю, как долго, наверное, буду объяснять. Короче, когда занавеска к окну прилегает, мне так больше нравится. Это красиво выглядит. Ну, а чтобы прилегала и занавеска, и штора к окну, вы же понимаете, что это невозможно. Короче, вчера я здесь намучилась и опять возвратила всё на круги своя. То есть, как было, так и сделал. То есть, представляете, здесь открутила, переделала, туда переставила. Вот этот, на чём крепится, эта занавеска сюда перенесла. И потом всё это пришлось возвращать на место. Вот, всё говорят от добра добра не ищут. Вот, вернула назад и на этом успокоилась. Да, штора не совсем прилегает к окну, но хочется, чтобы и занавеска смотрелась красиво. Ну, вот, плавно мы подошли к нашим экранам. Пока это может быть постоянный вариант, а может быть и будет что-то другое. пока ничего мне, сейчас включу свет, что-то темно, ничего в голову не пришло. Я этот экран, вот вы видите, нашла старую тюль, которая была здесь, висела на окне при покупке дома. Она мне сейчас ни к чему, мне её некуда цеплять, везде будут занавески ручной работы, ну, кроме кухни, там красивая штора магазина свалбарис, я её не хочу менять. Вот, и я просто с той стороны этот экран легко снимается. Вот, сейчас я вам покажу, как он выглядит с той стороны. А с этой стороны я просто вот так по периметру намазала клеем титан и в натяг, в общем, хорошо так натягивая вот эту занавеску, просто её приклеила. Получился вот такой лёгкий экран, который снимается, который легко ставится, и, согласитесь, не видно вот этих троп, но вот я сейчас убрала, вот почувствуйте, что называется разница, да? Там лежит подложка, потому что пол неровный, чтобы щели не было между окном и экраном, когда я поставлю, вот там лежит подложка, остатки из этого уголка. Вот. И всё, пока всё. Вот так вот это легко одевается. Красить, сначала хотела покрасить вот это всё в этот, в белый цвет, а сейчас решила, что не буду я красить в белый цвет, посмотрите, как это красиво смотрится. Может быть, со временем я переделаю, но пока вот так, пока ничего в голову не пришло, конечно, было бы красиво, если бы связать, вы мне там писали, свяжите туда, ну, типа, что-то, как я вот занавеску вязала, вот сюда связать. Мне пока, во-первых, это пока свяжется, если я буду вязать, да, пройдёт время, а мне уже хотелось, чтобы глаз радовался, вот такие экранчики получились за недорого. Два уголка Лёшек покупал, не знаю, почём они, эти уголки, но недорого. По четыре самореза, мы здесь даже на клей не сажали, вот они, четыре самореза, которые держат эти уголки. Ну, и тюль, которая, можно сказать, была на выброс, так просто лежала в шкафу, пригодилась, так что, вот, не выбрасывайте, старую тюль, из неё много, можно сделать всяких поделок, и наволочки, можно украсить, если, конечно, вот такая тюль, но она, видите, как набивная, какая-то, прям выпуклая такая, как-то я шила такую наволочку, где-то есть на канале, так что, вот так сейчас красиво смотрится наша спальня. И вот эти деревянные уголки, они хорошо гармонируют, и вот с речетым изголовьем кроватей, и вот с тумбочкой, да вообще, в общем, с мебелью, как-то, и вот этот джутовый сундучок стоит, где кошачий корм хранится, натуральное, всё какое-то такое, эко-стиль, я всё стараюсь его придерживаться, с примесью деревенского, там меня один комментарий просто, ну не знаю, немножечко возмутил, зачем такие занавески вязать, деревня, после стирки все вытянутся. Дорогая моя, во-первых, деревня вас кормит, вы об этом, наверное, забыли, во-вторых, это очень красиво смотрится, да, деревенский стиль, я не спорю, а сейчас это очень даже и модно, и многие люди поехали в деревни, даже из мегаполисов, я всё больше и больше встречаю роликов, когда люди оставляют большие города, и уезжают в деревню на свою землю, выращивают собственными ручками свои овощи, фрукты, держат хозяйство, и не едят химию. Я как-то ролик посмотрела, что происходит у нас вообще на полях, на чём растёт наша пшеница, подсолнечник, и всё остальное, я вообще не представляю, и раньше я не задумывалась на эту тему, что даже овощи оказывается очень опасно кушать. А в деревне я вижу, что я кладу в землю, на чём растут мои овощи, и я знаю, что я, это будет польза для моего организма. Вот. Ну и там дальше было, что типа, они после стирки вытянутся, и такая цена, и вообще, этим занавеском цена 500 рублей, ну просто до смешного. Во-первых, если у вас руки выросли из одного места, конечно, они вытянутся, ну а если нет, эта занавесочка уже стиранная, и крахмаленная, и что-то у меня никуда, ничего не вытянулось. Это, конечно, если руки растут из правильного места. Извините, если я вас обидела, но, пожалуйста, когда пишите ваши комментарии, вы сначала подумайте, что вы пишете, оно же вам вернётся. Вот возвращаю. Так, ну давайте дальше пройдём на кухню. Я же вчера получила эту штору, занималась тут, и получила ещё один комплект полотенец. Видите, одна подушечка появилась у меня ещё. Я как знала, друзья, я знала, что я расскажу об этих полотенец, и их больше не будет в продаже. И я заказала себе ещё один комплект. И буквально на следующий день полотенечки все раскупили. Так что, уважаемые рекламодатели, обратите внимание на мой канал, и пойдут ваши дела. Это я к тому, что с удовольствием прорекламирую вас, если это, конечно, качественный товар. Эти полотенечки закончились именно в таком формате. Магазин называется на Вайлдберрис «Белорусский лён». Но там ещё есть другие полотенечки. Но, по-моему, 700 с чем-то рублей я видела там, то, что мне понравилось. Там вот как раз для кухни принт такой, знаете, бутылочка вина стоит, виноград, но вот всё вот в такой тематике фруктовой. Ну, а таких нет. Таких нет. Хоть это и тематика новогодняя, ну, вот там вроде бы Дед Мороз едет, да, вот-вот, вроде бы-то новогодняя тематика. Но, друзья, я думаю, что я даже не буду менять. Пройдёт зима, наступит лето, как говорится. Я не буду менять эти картинки. Мне они очень нравятся. Ну, просто очень. И здесь не такая выраженная новогодняя тематика, если там присматриваться. А так она в пастельных тонах. Нету никаких Дедовов Морозов, ёлок, там звёздочек, снега и тому подобное. Смотрите, как красиво сейчас смотрится диванчик. Я позаимствовала одну подушечку в прихожей и пошила. Была же ещё одна вот такая салфеточка, да. Ну, вот, теперь её нет. Теперь есть вот такая ещё одна подушечка. Короче, получилось, что два набора вот этих по 550 рублей 1100, да. Рамки 950 рублей. Ну, давайте округлим тысяча, да. 2050 рублей вот обошлась мне вот такая красота. То есть, две картины, две подушечки и два полотенечка. Прямо всё получилось два по два. Вот такое полотенечко теперь я им буду пользоваться. Кстати, думала я сделать подушечку из котиков. Нет, друзья. Ну, чтобы они разные были, да, чтобы не две вот такие одинаковые, а там, допустим, котик. Нет, не очень. Вот это вот прям вот то, что нужно. И вот в паре они очень красиво смотрятся. Ну, и с этим вот другим котиком класс. А ещё два полотенечка остались. Одно на смену, а одно, вот я, видите, вот этот крючочек, вот то, о чём я говорила. Видите, он вот так движется, его можно крепить как на вертикальную поверхность, так и на горизонтальную, вот как я вам показывала на окошке. Вот. Прикрепила здесь у нас посудомоечная машина. сначала хотела вот сюда просто повесить, но здесь тогда мешает, то есть открывается ящик, открывается второй, третий и полотенце мешает. А вот там посудомоечная машина, она открывается, ну, так скажем, не часто, да, один раз там, вот, поэтому повесила вот сюда прикрепила этот крючочек и повесила. Да, друзья, эти крючки оказываются, их на клей не надо сажать, там снимается пленочка и он крепится очень-очень мертво. Это я потом узнала, у нас же как русский человек, сначала сломает, а потом читает инструкцию, вот это сто процентов про нас. Ну, вот так вот и я наклеила на клей титан сначала эти крючочки, думаю, да что такое, через какое-то время у меня крючок упал, а потом нашла инструкцию, увидела, снимите пленку и прислоните, там обезжирьте поверхность и прислоните. Думаю, боже мой, вот это вот, что значит нужно читать инструкцию. Ну, да ладно, теперь научилась, очень хорошие крючочки, сняла с духовки, на духовку повешу, друзья, прихватки. крючки. К сожалению, искала в этом магазине белорусский лен подобные прихваточки, не нашла. Нашла другие на вайберис, но очень похожие по тематике. Сейчас я вам их покажу. Я прям положила телефон на это полотенечко. Посмотрите, сейчас я увеличу. Ну, по-моему, один в один. Причем это две прихватки вот с такими котиками. Тут, видите, даже цветовая гамма подходит. И котики. Ну, просто прелесть, да? Вот такие прихваточки. Сейчас я не помню, сколько они стоят. Ну, что-то недешево. Ой, вернее, недорого. Сейчас вернемся и вот, 293 рубля стоят две. Так, сейчас вернусь еще. А, еще заказала еще вот такие. Ну, тоже нормальная такая. Мне нравятся такие. Сейчас увеличим. Тоже две штуки. Видите, тоже гармонируют и с этими полотенечками, но первое, конечно, лучше подходят. Ну, ничего, посмотрю, может быть, одни возьму, а может быть, две, тоже, 273 рубля, вот, две штуки. Так что, вот, мои хорошие, еще будут в комплект идти такие прихватки в виде рукавичек. Так, ну, что вам показать еще вязание? вязание, пока лешек был, конечно, нам было не до вязания, мы тут по чердакам лазили. Вчера я полдня занималась креплением штор, походом в магазин, в общем, вот, вот, насколько продвинулась моя кайма, сколько здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, и вот, если посчитать половинку, то, семь рапортов уже узора, будет, наверное, десять, то есть, мне где-то еще три рапорта связать, и буду уже вязать потом вверх. Очень тоненькая эта пряжа, такого нежно-нежно розового цвета, ну, а вторая вот такая цвет икрю. И получился вот такой непонятный нюдовый цвет. Так, ну, наверное, все новости я рассказала, немножко с вами пообщалась, напишите, что вы вяжете, чем вы занимаетесь, наверное, уже те, которые живут на земельке, уже семена покупают, земельку, может быть, уже кто-то начинает сажать рассаду. Я буду сажать где-то в конце марта, ну, после 15 числа, как, в принципе, и в том году. Все, мои хорошие, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока! Ситникова. 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 Ситникова.